У них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если у вас есть полчаса и вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, в эфире «Бизнес по существу». Ведущий сегодня заместитель председателя управления Евразийского банка развития Геннадий Жужлев. И совладелец компании «Контент-Медиа» Ольга Трубачева. И гость и собеседник сегодня Виталий Нессис, генеральный директор компании «Полиметалл». Добрый день. Сначала блиц-опрос, короткие вопросы и короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Терпение. Если спортивный болельщик, то за кого болеете? Амур Хабаровск, хоккей. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую вы порекомендовали? Книг про бизнес не читаю. Для понимания того, как люди действуют в бизнес-ситуациях, порекомендую Романа Достоевского. А не читаете книг про бизнесе? Почему? Неинтересно. Я думаю, что если у человека реально есть что рассказать про бизнес, то он, скорее всего, им занимается. И не расскажет. И так бизнес занимает настолько большую часть жизни, что еще и читать про него. Я предпочитаю фантастику читать. Стивена Кинга. Такие вещи. Хорошо. Следующий вопрос. А деньги-то любите? Очень. Умеете признавать ошибки и извиняться? Я считаю, что да, это очень сложно, но очень полезно для любого руководителя. Умеете? Умею. Работать, вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Однозначно можно, но гораздо труднее, чем работать просто с чужими людьми. Но можно. Кем хотели стать в детстве? У меня и мама, и папа врачи, поэтому в детстве я хотел стать хирургом, как папа. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Ну, вопрос не очень понятен. Скажем так, я считаю, что практически любую работу, за исключением тяжелой физической, может быть, могут выполнять и те, и другие. Опишите вашу жизнь пятью словами. Четыре. Я все-таки додумался. Бег на длинные дистанции. Это образ вашей жизни? Это то, как я думаю про свою жизнь в целом. Не про какой-то конкретный эпизод, не про период, а то, как я себе представляю все ее течение. Тогда по существу. Виталий Натанович. Ну, можно без участия. Компания «Полиметалл» в этом году 14 лет. 14 лет назад это было никому неизвестное производственное объединение. Так получилось, что я еще в 2000 году оформлял один из первых кредитов «Полиметалл» на разработку месторождения с прекрасным названием «Лунная». Это было 10 миллионов долларов. Совсем небольшая сумма по сегодняшним меркам. За эти 14 лет компания стала второй в России по объемам добычи драгоценных металлов в одной из крупнейших в мире. Капитализация компании 6 миллиардов долларов. Расскажите, как за такой короткий срок превратить никому неизвестное производственное объединение в одну из крупнейших компаний? Я думаю, что в основе такого роста прежде всего лежала правильная стратегия. Стратегия конвертации результатов советской геологоразведки в производственные мощности. И второй фактор успеха – это как раз то, о чем я говорил в Блице. Это долгосрочный подход к бизнесу, долгосрочный подход к своей роли в бизнесе. Я думаю, что и мой брат, который основал полиметалл и был первым генеральным директором, и я, мы по своей природе бегуны на длинные дистанции. И вот эта способность быть стайром в нашей стране, где большинство бегут спринт, я думаю, позволила компании стать весьма успешной. О стратегии компании. По итогам, вернее, комментируя итоги 2011 года, председатель совет директоров полиметалла сказал, что компания вступает в новую эру. Можете охарактеризовать, что это будет за эра? Есть какое-то принципиальное отличие от текущей ситуации? Что бы назвали основными рисками в вашем бизнесе и, наоборот, драйверами роста? Начало новой эры вызвано не залпами Авроры, как в 1917 году, а исчерпанием возможности дальнейшего роста на базе результатов советских геолого-разведочных работ. Для дальнейшего развития, даже для того, чтобы на том же месте оставаться, необходимо инвестировать в геолого-разведку, необходимо открывать новые месторождения с нуля. Именно этот фактор является определяющим на следующем этапе развития компании. Ну и параллельно, с учетом того, что все самое простое, богатое и прибыльное уже в Российской Федерации, как в принципе и практически везде в мире, отработано, новый этап развития будет характеризоваться освоением более трудных месторождений с точки зрения местоположения, с точки зрения низкого содержания, с точки зрения сложных технологий. Поэтому новая эра и основной челлендж в этой новой эре, это, конечно же, будет технологический успех на месторождениях, которые раньше, может быть, считались бы слишком сложными для прибыльной эксплуатации. Виталий, сразу два вопроса в продолжение того, что вы сказали. Инвестиции в геолого-разведку. Насколько сегодня в России есть источник этих инвестиций? И за счет чего вы собираетесь увеличивать объемы инвестиций в геолого-разведку? Инвестиции в геолого-разведку, они не очень масштабны с точки зрения финансовых потребностей. Мы крупная компания, прибыльная компания, генерируем достаточные свободные денежные потоки для того, чтобы инвестировать, как в этом году, 75 миллионов долларов в разведку. В перспективе эта цифра может быть и больше, в масштабе полиметалла она все равно не будет определяющей. Новые технологии, технологическое развитие. Если посмотреть чуть дальше, лет на 20-30 вперед, вы видите какие-то принципиально новые возможности развития. Например, энергетические компании инвестируют в альтернативные источники энергии, в водородные топливные элементы, еще что-то. Я знаю, существуют проекты добычи драгоценных металлов с морского дна. Более того, уже привлечены деньги для добычи на астероидах. А компания полиметалл, что собирается или планирует делать в качестве этих новых технологий? Как насчет освоения космоса? Есть такая английская пословица, что каждую секунду в мире рождается лох. И технологии добычи металлов с дна морского и особенно с астероидов, это как раз бизнес-проекты, предназначенные для этой категории обитателей Земли. Извините, там сотни миллионов долларов уже собрано у инвесторов. Ну так, каждую секунду лох рождается. Представляете, сколько денег у коллективного инвестиционного сообщества лохов. Их достаточно для того, чтобы и астероид осваивать. Поэтому, если говорить серьезно, то я думаю, в долгосрочной, но обозримой перспективе, 30-50 лет, поиск металлов, он будет возвращать компании к старым месторождениям с более низкими содержаниями. И основным направлением технологического развития будет укропнение масштаба предприятий, то есть больше перерабатываемой руды с меньшим содержанием, и, конечно, переработка технологически упорных руд. Это то, чем, в частности, полиметал занимается на Дальнем Востоке. Мы в этом году успешно запустили Амурский гидрометаллургический комбинат. Это первое в бывшем Советском Союзе предприятие, которое будет добывать золото из так называемых упорных руд технологией автоклавного выщелачивания. Технология универсальная, экологически чистая, энергоэффективная. За развитием этой технологии и применением ее для большого количества известных или пока еще неизвестных месторождений, за эти технологии будущее золотодобычи в Российской Федерации точно. — Исходя из того, что вы сказали, что новые технологии и работа с рудами, где меньшее содержание металла, следовательно, должна увеличиваться себестоимость единицы. Это первый вопрос, насколько увеличивается, как-то скажется, на показателях экономических. И второй вопрос. В России очень так любят, к сожалению, говорить о низкой производительности труда, которая не растет, сколько мы об этом не говорили. Как вы оцениваете на своих предприятиях производительность? И что вы делаете для того, чтобы она росла? — С точки зрения влияния бедных содержаний на себестоимость, да, конечно, себестоимость будет расти, но и цены на сырьевые товары будут расти в долгосрочной перспективе. То есть тут механизм как раз подтягивания сырьевой базы под новый уровень цен. Поэтому в этом я принципиальной проблемы не вижу. По мере истощения сырьевых ресурсов и цены, и себестоимости на ключевое сырье будут расти. Что касается производительности труда, ну, во-первых, проблема эта, она обладает ярко выраженной отраслевой спецификой. В каждой отрасли причины низкой производительности и возможности ее улучшить свои. Что касается, ну, горных предприятий, для нас ключевым фактором, который обуславливает сравнительно низкую производительность, является нехватка инфраструктуры, особенно энергетической и транспортной, в большинстве регионов, где мы работаем. На Дальнем Востоке конкретно. И второй фактор, на это мы, к сожалению, повлиять не можем. Второй фактор, где мы можем что-то сделать, это повышение общего уровня квалификации работников. То есть на Западе, в развитых странах, стандартом является, когда один и тот же работник выполняет достаточно разнообразные функции. То есть он и, грубо говоря, самосвал под землей водит, он же устанавливает крепь, он же при необходимости ремонтирует насос, он же лампочку вешает. Таким образом, за счет вот этой многонавычности предприятие и достигает высокого уровня производительности труда. Понятно, что для того, чтобы в этом направлении двигаться, нужно персонал обучать, а для того, чтобы подобные инвестиции стали экономически целесообразными, ключевым препятствием является стабильность коллектива на конкретных предприятиях. То есть для начала надо предприятие обеспечить стабильным режимом работы, создать хороший график работы, условия оплаты труда и так далее, только потом начинать инвестировать в овладение работниками смежными профессиями. То есть процесс достаточно длительный. Но о каком сроке может идти речь? Я думаю, что конкретно для золотодобывающей отрасли в России, если мы хотим увидеть значимое увеличение производительности, это, конечно, лет 10. А для вас это критичный вообще показатель производительности? У нас затраты на рабочую силу в себестоимости составляют 25%. Поэтому я считаю, что для нас, допустим, гораздо важнее рациональное использование минерально-сырьевой базы. Потому что 1% увеличения в коэффициенте излечения золота из руды, он экономически дает намного больше, чем сокращение 10% персонала. Это чистая экономика. Ну и понятно, что не надо забывать, что производительность труда, которая постоянно увеличивается, она вообще-то высвобождает рабочие руки. Поэтому понятно, что во многих отраслях без высокой производительности не будет инкурентоспособности. Но я считаю, что конкретно для горнометаллургической промышленности другие рычаги создания стоимости, рациональное использование недр, качественный инжиниринг проектов, они намного важнее, чем производительность труда. Вы смотрите «Бизнес по существу». Гость программы сегодня Виталий Нессис, генеральный директор компании «Полиметалл». Виталий, ваша компания занимается добычей природных ресурсов, то есть извлечением их из недр и продажей. Причем продаете вы в основном за границу золото и серебро и продаете продукцию самого низшего передела. Какое количество ошибок в сравнительно короткой речи? Хорошо. Вы сейчас меня поправите. Можно я задам вопрос? Я просто точно знаю, что некоторые предприятия даже не производят сплав, а просто вы продаете руду, которая перерабатывается... Концентрат. Концентрат, извиняюсь. Концентрат перерабатывает где-то за границей. Сегодня зрители узнают очень много технологических слов. Придется глоссарий. Всем известен, может быть, один из самых любимых тезисов в нашей стране о том, что мы должны уходить от сырьевой зависимости. Сырьевая зависимость – это зло. Мы должны развивать инновации, технологии и так далее. Вот скажите, во-первых, ваша собственная позиция сырьевой зависимости. Да, и предполагаете ли вы, ваша компания, что-то делать для того, чтобы увеличивать количество переделов, входить от этой сырьевой зависимости? Ну, я по образованию по-первыхому экономист, поэтому обучен, воспитан в духе классической английской экономической теории. Поэтому начну с базовых вещей. Я твердо верю в принцип сравнительного преимущества, который был описан Давидом Рикардо. Если у конкретной страны есть сравнительное конкурентное преимущество в конкретном виде деятельности, то пусть эта страна, или этот человек, или эта компания именно этим и занимается. Пусть пироги печет пирожник, делает сапоги сапожник. Вот с моей точки зрения, у Российской Федерации и у российского многонационального народа в целом есть конкретное, конкурентное преимущество в добыче природных ресурсов. Это первый тезис. То есть, вот эту самую сырьевую зависимость вы недостатком не считаете? Я еще не договорил. Это первое. То есть, у нас есть конкурентное преимущество в добыче сырья. Второй тезис. Почему-то в данной дискуссии идет неявное уравнивание сырьевых отраслей с низкотехнологическими отраслями. Поверьте, подземная добыча золота из месторождения жильного типа с упорной рудой намного более технологична, наукоемка и интеллектуальна, чем сборка автомобилей на автоматизированных линиях. Почему-то машиностроение по умолчанию считается более умной отраслью. Я вас уверяю, это не так. Количество интеллектуального труда, которое вкладывается в создание обогатительной фабрики, на порядок больше, чем количество интеллектуального труда, которое идет на создание предприятия по сборке азиатских телевизоров. Более того, даже доля работников, которые реально занимаются творческой работой, у нас в компании намного выше, чем в подавляющем большинстве машиностроительных корпораций. Какая у вас творческая работа? О геологе, о проектировщике, о горные планеры. Это все люди, которые занимаются... Что такое творческая работа? Творческая работа — это сочетание нестандартных, не повторяющихся задач и возможности непосредственного личного вклада при принятии решения. Это горная отрасль с ее неповторяющимися ситуациями. Потому что если вы были когда-нибудь на карьере, вы каждый день приходите на работу, а там что-то другое. Он же меняется. Горное предприятие — это каждый день что-то другое. То есть это идеальная почва для творческой работы, которая требует существенных интеллектуальных усилий. Поэтому давайте избавимся от этого глупого знака равенства между сырьевыми отраслями и низкими технологиями. Я вот считаю, что ровно наоборот. Про технологии эта была даже во многом провокация, потому что я прекрасно знаю, что полиметал начинался фактически с научно-исследовательского института. И в вашем главном здании в Санкт-Петербурге до сих пор там стоят лаборатории установки. Я сам там бывал и все это видел. Хорошо, с технологичностью понятно, но все-таки. То есть сырьевая зависимость, с вашей точки зрения, не зло. Не главный враг. Специализация Российской Федерации на сырьевых отраслях — это объективное, стратегическое преимущество нашей страны. Которое нужно развивать. Которое нужно развивать. Я не очень понимаю даже словосочетание «сырьевая зависимость», потому что в кризис страны, которые зависели от машиностроения, пострадали намного сильнее, чем страны, которые в основном сырье производят. И перспектив создания рабочих мест и генерации новых налоговых сборов у сырьевых отраслей в России предостаточно. А думать, скажем так, сама концепция того, что сырьевая зависимость — это плохо, потому что кризис на сырьевых рынках может привести к резкому сокращению доходов бюджета и страны, вся эта концепция безнадежно устарела. О какой голландской болезни может идти речь в эпоху глобализации? Голландская болезнь и сырьевая зависимость были актуальны, когда не было мировой экономики. Когда все жили в тесной сотрудничестве с непосредственными соседями. Когда у нас есть реально возникшее глобальное разделение труда, когда Азия — это всемирная мастерская, а Европа — это всемирный шоппинг-тур, то почему бы России не взять на себя почетную, самое главное, прибыльную, устойчивую и интересную роль мирового сырьевого центра? Только не придатка. Почему-то сырьевой так придаток. Почему никто не называет Италию культурным придатком? — Ольга, переходим к личным вопросам. — Да, переходим к вопросам карьерным. Мы с этими стереотипами боремся. Существует опять же мнение о том, что человек, который работал в международной компании, он обладает большим опытом, больше знаниями, и в России он может построить более успешную карьеру. Вот поскольку вы начинали свою карьеру в западном банке, Мэрил Линч, потом работали долгий период в Маккензи, можете сказать, что действительно вот этот вот бэкграунд инвестиционной и западной модели, он как-то положительно потом сказался на вашей карьере? — Однозначно он положительно сказался, но я бы не был столь категоричен в том, что именно такой опыт обязателен. Он, несомненно, полезен, но именно не факт работы в некой западной компании, а факт работы в конкретных западных организациях, где я занимался вполне конкретными вещами. Поэтому, конечно, да, это хорошо, но у нас, допустим, финансовый директор никогда в западных компаниях не работал. Я считаю его прекрасным специалистом. — Он работал с вами на Ульяновском автомобильном сообществе. — Я считаю, что для правильного понимания того, как, с моей точки зрения, должна работать промышленная организация в России, 10 месяцев, которые я провел на Ульяновском автомобильном заводе, были несравнимо полезнее, чем 3,5 года, которые я поработал на очень известные и популярные западные компании. — А можешь сказать, что было главным уроком на Ульяновском заводе? — Никому нельзя верить. Это первый урок. Первый и главный. — И до сих пор вы пределитесь этого правила? — До сих пор. Это то, над чем некоторые люди в отрасли, знакомые, смеются. Но до сих пор, я считаю, необходимым физически присутствовать регулярно на предприятиях, проверять заявления отдельных работников визуальной инспекции. И, допустим, если мы рассматриваем какое-либо приобретение, вне зависимости от размера актива, золотое правило — это «не увидев, не куплю». — То есть теперь понятно, почему мы ждали, Виталия, несколько месяцев. Он то, что время проводит в командировках на месторождениях многочисленных во всех уголках России и других стран. — Виталий, а отношение акционера к менеджменту должно быть таким же? Верить нельзя? Нужно проверять и контролировать? — Проверять и контролировать — это разные вещи. Обязательно проверять. Механизмы контроля, они зависят от стадии развития компании, от степени конкретных компетенций менеджмента и совета директоров. Но проверять надо, и какая-то система контроля, подотчетности и ответственности обязательно должна быть. — То есть, возвращаясь, директор верить сотрудникам не должен, а акционеры верить в топ-менеджмент могут, должны? — Нет, верить, вот именно в моем понимании, это когда к тебе кто-то приходит, допустим, мой подчиненный, и на вопрос, почему мы не выполняем производственный план, он дает ответ. Вот вне зависимости от того, насколько этот ответ звучит правильно, необходимо лично проверить его, если он является материальным. Я считаю, что в инвестиционном западном сообществе действует приблизительно такая же картина, такая же система. 25% моего рабочего времени уходит на общение с институциональными инвесторами, и они занимаются более-менее тем же самым. Они пытаются не просто верить мне, а проверить те заявления, которые я и компания в целом делают в годовом отчете, в презентационных материалах и так далее. Проверка же не обязательно, в моем случае я предпочитаю ехать непосредственно на место, но если такой физической возможности нет, то элементарным инструментом является регулярная постановка одного и того же вопроса, а потом проверка того, остается ли ответ неизменным. Это, кстати, этому я научился тоже на УАЗе. Три дня, один и тот же вопрос, три ответа, все понятно, никто ничего не знает. Это очень простой прием, работает каждый раз. Я поделюсь опытом, как раз недавно мы вместе были на месторождении, подошли, сотрудники сказали, ну мы сейчас взрывать будем, может быть вы не пойдете в шахту. Италий сказал, обязательно пойдем. Италий, продолжая личные вопросы, как вы уже сказали, основателем компании «Полиметалл» был у вас старший брат, Александр Натанович. Он же вас брал на работу, правильно я понимаю, генеральным директором. Сейчас группа «Ист» Александр Несси является одним из крупнейших акционеров компании «Полиметалл». А вот насколько вообще эффективно или возможно работать в ситуации родственных отношений, по сути, да, не знаю, можно ли назвать это семейным бизнесом в вашем случае, как это влияет на вас, как генерального директора, и как вы считаете, почему в России не формируется бизнес-династика на Западе? Ну, на последний вопрос у меня, наверное, нет ответа. Я считаю, что однозначно семейный бизнес в различных формах, от классического до того, что по факту создан в «Полиметалле» имеет право на жизнь. Более того, у семейного бизнеса есть существенные конкурентные преимущества с точки зрения доверия между членами семьи, которая однозначно выше скорости понимания различных идей. Все-таки родные братья или там отец и дети, им проще найти общий язык. Поэтому у «Полиметалла», несмотря на публичный статус и полное соответствие букви и духу правил корпоративного управления британского, в «Полиметалле» сохранился некий дух семейной компании. Это прежде всего установка на долгосрочное развитие, способность и менеджмента, и крупных акционеров иногда отвлечься от краткосрочных финансовых результатов и от краткосрочного поведения курса акций для того, чтобы рассмотреть лес за деревьями, для того, чтобы понять и представить долгосрочную перспективу. Почему в России бизнес-династии нет? Ну, может быть, это все-таки последствия перестроечной и привязационной поры. Многие люди разбогатели слишком быстро и не смогли передать детям некий характер для того, чтобы продолжить зарабатывать деньги тяжелым трудом. А инвесторов институциональных не смущает ваше родственное отношение с крупнейшим акционером? Их это тревожит и, естественно, возникают для инвесторов в Россию особенно характерные подозрения в том, что что-то там не то. Но ответ на это, он, во-первых, по существу. То, что на самом деле компания успешная и уже есть определенная история на рынке, которая свидетельствует о том, что мы соблюдаем самые строгие стандарты приличного поведения. Ну и, во-вторых, для многих институциональных инвесторов вот то, о чем я говорил, факт некой семейственности в компании, это плюс. Это некая страховка против принятия сиюминутных решений, направленных на краткосрочную выгоду. Многие инвесторы, они долгосрочные. В частности, мы сейчас входим в крупнейший британский фондовый индекс, Фудси 100. Очень много инвесторов с пенсионными деньгами, ПИФов. Их, конечно, интересует 10-15-летняя перспектива. И когда они знают, что одним из крупнейших акционеров является семья, которая основала компанию, которая постоянно была с компанией, это дает им определенный комфорт. А почему вы сразу не стали работать в этой компании? Поработали, например, в Ульяновске, в Суале. Что учиться надо у чужих людей. Ну что, последний вопрос. Интервью кого из бизнесменов вы бы лично посмотрели или прочитали бы с удовольствием? Ну, я, наверное, бы с Вориным Баффетом посмотрел интервью. Особенно, если бы были такие же интересные и глубокие вопросы, как сегодня. А из соотечественников, из российских бизнесменов? Из соотечественников я бы с удовольствием интервью с собственным братом бы посмотрел. Потому что многие из вопросов, которые могли бы быть подняты в таком интервью, мы с ним в явном виде не обсуждаем. Это где-то на кончиках пальцев. А было бы интересно послушать. Особенно в прямом эфире. А мы вас попросим пролоббировать. Спасибо большое, что нашли время и пришли. Гостем программы сегодня был Виталий Некин, генеральный директор компании «Полиметалл». Пересмотреть и перечитать его интервью можно на нашем сайте www.possu.ru. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин